Всем привет! Начинаем нашу трансляцию. У нас сегодня открытая тренировка. Стрима у меня сегодня дневного не будет, поэтому решил в открытом формате занятия провести с Booker Ability. И сегодня мы будем разбирать очень интересную тему. Это игра против капнутого рейнджа. Перед этим ответим еще на несколько вопросов, которые не касаются игры против капнутого рейнджа. Они больше касаются прифлопа на НЛ-25 и НЛ-50. Потом мы поразбираем вопрос, как нам играть против капнутого рейнджа в ситуациях, когда мы были прифлоп-агрессором, но не поставили конбет, сыграли чек. И наш оппонент тоже сыграл чек бехайнд и не стал флоутить по флопу и прочекал вдогонку. И, соответственно, как нам играть против этого рейнджа на Терни, в первую очередь, на Терни, затем на Ривере. Мы эту тему уже разбирали. Отчасти у нас есть уже два занятия. Можете посмотреть их в записи. Сегодня продолжим это разбирать. И, я думаю, во второй части занятия либо поиграем против ГТО бота, либо вживую я покатаю немножко на Старзах. Лимит там либо от полтос, либо 0.25. Так. Чё там? Трансляция у нас вроде запустилась. Сегодня без задержки. На стриме обычно у нас задержка есть. На тренировке можно и без задержки запускать. Ну, как появится картинка звук, поставьте, пожалуйста, там плюсики куда-нибудь в чатик, что всё ок. На Твиче, ВКонтакте, на Ютубе. Ну, да, я смотрю, на Твиче уже пошло. Сейчас немножко подождём. Мы будем начинать наше занятие. Будем начинать наше занятие. Ну, а пока народ подтягивается в паре слов. Просто я вспомню, что у нас было на прошлых занятиях по этой теме. То есть, что мы выяснили там интересного. Что мы там интересного выяснили. Так, сейчас чатик вытащу. Флабзилку откроем. Так, ну вот с Ютубом я вижу. Всё тоже нормально. Хорошо, сейчас немножко ещё. Так, что тут у меня? Флабзилл прыгает от меня. Убегает. Ну, чуть ещё подождём. Народ. Сейчас только вот трансляция запустилась. Совсем почти людей нет ещё. Пока народ подтягивается. Просто я вспомню, что было на предыдущем занятии. То есть, какие споты вообще относятся по игре. Ну, то есть, когда мы вообще можем оказаться в споте, когда мы играем против капнутого рейнджа на тёрне. Это, как правило, будет происходить, когда вы уже начинаете дробить свой рейндж на конбеты и чикколы. Это чаще всего будет ситуация, когда вы 3-бетнули на префлопе без позиции, например, на ББ или на СБ. Вы 3-бетнули в какую-то открытую позицию и делите свой рейндж на конбеты и чикколы. И также это будет очень часто встречаться в ситуациях СБ против ББ. Там, где вы не можете играть с широким процентом конбета без позиции в силу плохой реализации эквити. Небольшого перевеса по эквити над рейнджем большого блайнда. То есть, соответственно, вы там тоже будете делить свой рейндж на чеки и конбеты. И, соответственно, раз вы будете делить свой рейндж на чеки и беты, то, возможно, ситуация, когда вы чекнули с какой-либо рукой, например, с рукой средней силы, там, второй пары, или с топ-парой с слабым кикером, или с третьей парой, или вы с каким-то мусором вообще чекнули, и ваш противник, например, на большом блайнде сыграл чек-бехайнд. Или вы 3-бетнули на СБ против Баттона, опять же, свой рейндж сыграли через чек, и ваш противник, вместо того, чтобы флоутить по флопу, он тоже сыграл чек-бехайнд, тем самым капнув свой рейндж, капнув, в первую очередь, на сильные комбинации, потому что в ответ на ваш чек в таких спотах почти всегда сильные комбинации будут уходить в спектр бета, и спектр флоута по флопу вашего противника будет достаточно полярный, то есть это будут какие-то сильные комбинации, это будут различные полублефы, как сильные и слабые, и в небольшом проценте случаев это еще будут какие-то руки из мерч-рейнджа, то есть какие-то вторые или третьи пары, которые оппонент ставит просто для того, чтобы поставить, например, украсть вашу эквити. Соответственно, как будет выглядеть спектр чек-бехайнда в этой ситуации, когда мы сыграли чек-чек флопа, то есть, как правило, это либо те руки, которые оппонент не хочет флоутить, они слишком слабы для флоута, то есть руки совсем паршивом эквити, например, 3 оверкарты, которые плохо играются по какой-то структуре доски, или какой-то там бэкдор слабый, либо это какие-то подконтроли, вот, какие-то подконтроли. И на предыдущих занятиях мы разбирали именно игру в 3-бетпотах без позиции, то есть мы еще вот спот СБ против ББ не разбирали, мы разбирали в основном спот, когда мы 3-бетнули, ББ против баттона, ББ чекнул флоп, баттон чекнул флоп, и мы размышляли о том, с чем нам бетить терн, вообще нужно ли нам бетить терн, и если нужно, то с чем, потому что наш рейндж чека в данном случае выглядит как, то есть он выглядит как какие-то подконтроли, как какие-то слоуплеи с целью защиты рейнджа, например, мы можем там топсет чекнуть, или на некоторых структурах мы можем и флаж чекать, или там оверпару с ФДшкой на какой-нибудь монотонной, например, доске, мы там очень часто будем руку по типу карманных тузов, или там даже без ФД карманных тузов, мы ее будем играть через чек, соответственно, наш рейндж, как правило, ну все-таки, как правило, он будет выглядеть не так сильно, то есть когда мы чекаем, это будет какая-то рука средней силы, из которой мы не можем бетить на value, ну, например, там, не знаю, карманные десятки, или какой-то 9x, или какой-то слабый валет, например, на 3-бет, или валет на 8 с ютовой. Вот такого плана рука у нас может уходить в спектр чека, и, соответственно, мы будем выходить с этими типами рук на терн, плюс у нас будут те руки, которые мы просто не ставили через конбет, потому что они слишком слабы для этого, то есть, например, у нас была какая-то рука в 3-бете на префлопе, ну, не знаю, там, туз-2, например, да, с ютовой, и мы не стали, кстати, в такую структуру доски, потому что у нас там, хоть и есть бэкдор флэш-дро, но у нас нет, например, бэкдор гатшота, и мы решили эту руку играть через чек. То есть, спектр нашего чека, ну, точнее, чека по флопу, как правило, включает в себя различные подконтроли, это будет подавляющая часть рейнджа нашего чека, то есть, точнее, у нас будет 2 большие части спектра нашего чека, первая часть, это различные подконтроли, это туп-пары со слабым кикером, это вторые пары, это андер-пары, это изредка третьи пары, хотя третьи пары мы чаще играем через конбет, это будут руки, которые слишком слабы для конбета, которых не хватает эквити, для того, чтобы сделать конбет-эквити и фолт-эквити, и это будет какая-то небольшая часть рук, которая чекается для того, чтобы защищать наш капнутый рейндж, то есть, какие-то топ-сыты, например, там, в некоторых ситуациях, какие-то 2 пары или средние сыты, ну, в общем, такого плана руки у нас тоже иногда будет в чеке, и с таким рейнджем мы выходим на терн, а наш противник на терне в то же время имеет тоже слабый спектр, он у него тоже капнут на сильные комбинации, это тоже, как правило, какие-то подконтроли или какой-то воздух, и вот на предыдущих занятиях мы выясняли, что же нам делать, как нам быть, потому что стоят ли, например, те руки, которые мы решали сдавать на флопе через чек-фолт, стоит ли с ними балифовать, и мы считали, какой размер ставки будет оптимальным для того, чтобы таковать. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас! Субтитры сделал DimaTorzok